погнали 6 серия и башен ребят и башен и башен без памяти тебя ждет оранжевый цвет руки класс одежда супер мне очень нравится оранжевый цвет видите как опять желаемое за действительное я верна своему выбору мне правда нравится димаш предыдущая серия он такой классный позампный приятный почему бы не придумать себе то что мне хочется уже немножко саши потусить какой он конченый какой пидорас всех обнимает вы просто посмотрите какой лиц и вот вот просто эти женщины вы когда кажется вообще не думают перед тем как сказать просто вообще отсутствие отсутствие мысли все хуя для александро в прошлой серии какой он мракобес ой саш такой интересный молодой человек почему с тобой так интересно такой правильный приятный аккуратный пирожок последний с полки пирожок последний и мне самой так неловко так нелепо так дискомфортно что я придумываю с полки пирожок последний типа самый желанный ну как бы это не так было родная тебя выбрали когда еще очевидно осталось димаша позиция мог сказать пожалуйста мне эти две женщины хочу себе и все но выбрал соню красавчик он молодец саня красавчик он молодец чем пролоббировано это вот блять саня красавчик одет в этом плане в этом плане то в каком то что забрал мой пирожок последний и мой вареничек немножечко умеет играть футбол по-женски значит она понимает что ногой нужно ударить по мячу и может скоординировать свою биомеханическую функцию таким образом чтобы он еще и чисто кинетически толкнулся и получил продолжение в пространстве вот что значит умеет играть футбол по-женски я думаю то что команда должен быть полный я хотел пригласить еще одного человека в команду это софа это софа это поворот блять откуда малышечку нарисовал если нас только потому что человек сказал что я не хочу что ты уходила человек сказал я не хочу чтобы ты уходила блять ну просто лицемерия блять я не хочу вот позиция личной ответственности позиция силы захотел вернул захотел сделал это прекрасно но мы вспоминаем что говорил наши вот это еще раз показывает адаптантскую приспособленческую подстраивающая функцию женщин женщины адаптантки в адаптантки запомните это ничего плохого в этом нету это нормальная ваша эволюционная биологическая потребность были мужики ушли на войну все поумирали приходит новое племя захватывают вас вам необходим рационализировать себе они сильнее они более приспособлены поэтому я автоматически готова найти и влюбиться в него посмотрите сериал викинги это прекрасно отображено славен будь ярл рагнар славен будь ярл рагнар рагнар лавброк убивает главного этого егеря ярла инфонта или как он там называется жена ярла подымает руку и кричит до славу новый вождь еще блять кровь от твоего мужа вчера его пенис энергированный был в твоей вагине серна сегодня подымает мужику руку и говорит во славу нашему новому ярлу охуенно ну конечно софа не будет блять она пришла сюда покрутить жопой перед сашей смотри мою вагину выбрали ты потерял это месть а димаш уши развесил и говорит нет хочу тебя любить нравится твоя пися но если бы димаш прошел психотерапию у меня или посмотрел бы разбор на себя он бы осознался и преисполнился поумнел бы на капельку спустился в мир реальный и сказал бы андрей владимирович готов у вас учиться очень рад за них что у них нашелся общий язык и он же говорит искренне прошу искренне похуй на соню поэтому да когда те женщины не нравится то вместе не радуешься а когда она тебе нравится хочется немножко присунуть ей и локти кусаются смотрите нас шесть человек как можно играть да и вот в этом две полярные вещи а александра его дофаминовый тип нервной системы желание получать дофамин автоматически в нем воспроизводит амбициозность и поиск легких путей воспроизводит в нем желание соответствовать всегда жесткому стандарту победителя всегда жесткому стандарту победителя и вот на это как бы натыкаются женщины они хотят мужчину который пробивной целеустремленный сильный но при этом чтобы как со мной был котичка ласковый майк ласковый тигр люблю тебя одну моя кошечка моя сладкая на приятное так не бывает он всегда будет внутри потребность испытывать добиваться добиваться достигать и поэтому естественно сейчас они будут так выстраивать игру чтоб биться за это и девушки все у него здесь с амбициями вспомните модель смм специалист медийный телеведущая медийная таша медийная выступает перед людьми вот эту подругу я не помню что она там у нас это вообще ни разу не выступала тихая гавань блять кто это хореограф по моему что-то такое ну потом посмотрим короче они все дофаминовые они не смогут строить отношения им всем терапия нужна ну пожалуйста уже вдумайтесь вы люди я уж умоляю вас прошу не лишайте себя возможности а то вы лишаете возможности потом страдаете блять ну страдаете потоку не дать все поэтому вот такая жизнь женщина димаш в этом плане немножко похуй ему он спокоен у него больше такая серотониновая окситоциновая зависимость он реально ищет близости так очкует немножко боится держится на расстоянии он больше будет склонен к зависимости созависимости ему страдания даются больше у саши страдания является неотъемлемой частью большего вспрыска дофамина то есть ровно идет история мы поднимаемся на гору дофамин спуск в кортизол и он знает с этой точки блять скоро будет подъем скоро меня вынесет такое состояние кайфа что просто пиздец а димаш он наоборот вот так вот идет по точки зрения семейной жизни димаш попиже саша просто мастер на все руки видите саша пидорас я в нем разочаровалась саша мастер просто на все руки женский мозг поздравляю в принципе женский футбол это женский футбол дилетантов ничего более ущербного нету а так равноправие конечно везде поставьте пацанов трехлетних они сыграют более рационально логично с более развитой биомеханикой то есть лимбическая система отвечающий за ориентацию тела в пространстве а потом рассказываете мне пожалуйста за разноправие мужчин и женщин в каждом видео напишите мы равны во всем втроем с одной команды нет что прозойтись логологически ультра понятно на два фланга развести вратаря забить гол зачем зачем вообще сегодня он красавчик вообще по полной димаш самый вот как как это происходит понимаете и это же ваших головах и вы женщины когда смотрите разбор не думать что вы же не такие очень случаев такие прям именно такие и надо понимать внутри себя это не бояться этого не что-то плохое а просто это данность которая есть честнее было бы если мы все как мы не умеем играть футбол девчонки ну вот играли бы а мальчики стояли на воротах да честнее но в жизни так не работает побеждает не тот кто честно побеждает тот кто быстрее думает и соображает ой молодцы давайте займите услышите этот возглас пингвини александр александр ты стоишь получается этих дямушек в таком своем поведении таком ну каждый имеет право что я тут уже начинаю деспотично так относиться каждый имеет право в скобках нет девочки пожалуйста не материтесь это оказывается желтой карточкой у нас еще один мат будет желтая карточка то есть маты маты это плохо и тнт показывает материться плохо откровенно когда мужчина сосется и перебирает перебирает а вы про любовь и ценности это прям крутейшее проявление того как должно быть да и правильно понимаю спасибо большое не бей сильно мы тебе даже розу за это дать я охренела честное слово у меня слов ну опять же это низкая самооценка девочки сверлящие брулящие в голове он тебе розу дал он тебя услышал он дает тебе возможность и сама отказалась от свидания с ним сама захотелось и придумать какое-то идеальное свидание а сейчас ты недовольна тем что он в таком контексте воспринимает и так тебе относится но почему ты судишь свою ценность под отношению других людей потому что андрей не разбираюсь только это работает если бы бомж сказал тебе те же было бы все равно сама себе придумала важная значимость сама расстраивается и обижается пожалуйста сама придумала проблему сама решила понятно спасибо мне это нравится это ситуации неприятно это ничего не сказать я сама неприятно ничего не сказать блять так зачем в это верить приходит ко мне человек так вот в этом терапии заключается люди вы верите в то что в сами что-то не так а с вами по умолчанию все так вы страдаете потому что привязываетесь к этим вещам освобождение от страдания приходите в терапии уважаемые мои хорошие сладкие но приходите будете вот этого говна вычищаться но это 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 чисто механическое явление у меня люди избавляются от такого говна в своей голове что непостижимые вещи непостижимые вещи там тонны килотонны убеждений верыша со мной что-то не так три месяца вылетают как песня соколики прекрасные мои родные позвольте себе это изменение станете осознанными буддистами монахами по итогу обниматься не так уж и плохо оказывается когда с тобой доминантный мужик который выигрывает как опять все переобулись что за переобувание нас пульбиты мы в воздухе выкручиваем андрей это реальная жизнь а спасибо большое не знал не видит это карточка мне потому что нормально вот реально он хоть как мужик себе идет реально реально его поведение мужской реально малая прикольно это прям реально пуля что-то он там подошел вместе соленая на стороне стояла он будто меня боится что видите еще раз мужик подходит проявляет себя как хочешь конечно ты ему неудобно ты смотришь на него годово съесть хоть ожидаешь поведение отношения если тебе неприятно подойди об этом скажи начинается манипуляции претензии ну конечно час она будет искать внутри себя потребность дать розу саши либо на церемонии роз скажет ты знаешь я в этом акте в этом жесть увидела вот это и мне это неприятно мне это тяжело я бы хотела чтобы ты елся по-другому и обслуживал мои комплексы я думаю что к этому времени уже наш димаш посмотрит мой разбор и к концу церемонии рост будет выдавать девушкам вместе с каждой розы ссылку на мой youtube канал девочки могли понимать что низкую самооценку которая у них свистит прорабатывать можно и нужно и девочки мои родные если вы проживаете какие-то такие вот эмоции в жизни такие потребности хотите избавиться таких страданий галлюцинации иллюзий камхи родные мои всех приму всем помогу но понимаете надо с этим что-то делать как сладок вкус победы ну такая женщина будет технически очень трудные в отношениях очень трудные вот ну вы поймите но это всегда будет конкурентность как она мозги сделал она еще даже с ними трахалась она уже мозги ему поддела уже в чувство вины его подгрузилась прошлого серии да не забывай не забывай свои корни помни есть вещи на порядок выше слышишь слышу блять касты что зря поет эти песни а вы же не слушаете вам монеточку вам это все подавай нет хотим слушать говно всякое не конкретно на монеточку а просто в целом даже разговор нагрузка центральной нервной системы ты можешь заниматься умственной деятельностью стать так как ты как картошку столько не копал нет конечно откуда мне это знать тяжело же это думать приятное впечатление сказано о каждом из вас у вас может быть обо мне противоречивое чувство сложилось 5 блять его низкая самооценка свистить через каждую дыру и что мы опять видим вот смотрите пропаганда и лоббирование мат и плохо отравить свой мозг свою нервную систему свою кровь алкоголь это реальная трава это заебись это будем лоббировать это прям приятно хорошо то есть людям настолько невыносимо самими собой своими мыслями своим состоянием наедине что необходимо глушить себя и отравлять алкоголем каждую секунду времени потому что это очень комфортно и приятное явление очень комфортно и приятно и я не буду уставать это повторять потому что бля мне это нравится я люблю это делать и разбирать 4 час я еще закончу единственное что сон вот я спать пойду это вот меня важнее чем разбор но на сегодняшний день а если бы был последний день моей жизни еще не знаю как бы это получилось все погрузили в чувство вины и они почему-то думают что сейчас он изменился да он потому что ведет себя как вы ему говорите там ничего святого и настоящего нету потому что он будет делать все чтобы ваше внимание подхавать а вы на это готовы а вы на это подкидываетесь вам это приятно и комфортно мы не хотим а мы не будем ну конечно как как очень легко быть обманутым а правда никому не нравится меня люди очень сильно не любят то что я всегда говорю правду андрей это больно это тяжело надо чуть быть добрее ты категоричен да блядь жопу идите так бывает этот раз просто все сидели максимально адекватно то есть не было каких-то там обнимашек касаний никому не нужно все человек понял я просто это реально шок то есть технически технически полных трахнулся они предсказали ему знаешь хотелось бы не трахаться со всеми и он потом сидит никого не трогает человек понял он исправился это приятно блять ну детский сад ну ладно это ваш выбор вашего детского сада ваших ясли групп хорошенький я сейчас буду отыгрывать тот сценарий который вы хотите меня видеть но в конце концов я все равно блять не изменюсь понимаете и он сам в это верит блять это еще более тупо блять меня какое-то вело внутреннее чувство эйфории заебись объяснение да и вот это они выбирают и вот на это они рассчитывают и здесь они ищут спокойствие отношений и семейные ценности саня эстрадиол посмотри свой это дало мне понимание что с девчонками действительно можно соблюдать какой-то дистанцию пиздец а до этого блять 27 лет ты не выкупал этой истории то есть до этого это было что-то непонятное и страшное до этого ты не знал что женщинами можно соблюдать дистанцию до этого тебе это не было блять до чувства вины загнали тебя под ногой ты как пёс начал скулить они сюда пришли для этого нет не хочу хочу заниматься кокол дистану да пожалуйста занимайся мы что против что ли больше достанется вопрос что вас больше всего заводит сексе я скажу по секрету 85 процентов женщин в сексуальной фантазии хотят чтобы их изнасиловали жестко выебали жестко умирать хотелось души или били издевались это фантазии естественно если так делать им это очень нравится не хватает мусора внимания я же скажу вот видите женщина находящийся в дефиците вот реальные мысли женщины находящийся в дефиците мужчины блять а вы же блять каждой женщины такую телечку огоньками привет родная что делаешь я тебя люблю я тебя спасу я тебе куплю дефицит создавать нужно если все мужчины мира перестанут писать женщина и начнут заниматься своими личными делами женщины подумают блять может пора самим проявить немножечко себя у них все-таки тела строить мир оставлять след в истории человечества тихонечко себе напомнить мир блять он сидит наку и думает а что мне и написать как не себя повести ну блять ну вот ну вот женщин вот женская мысли пускай она в этой области остается выпуская занимается этими женскими делами сексист шовинист и прочее 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 не важно чувствовать некую уверенность в том что это не только с моей стороны если этой уверенности нет юли тактический хуевый ход потому что она опять показывает я нуждаюсь мне страшно мне дискомфортно и мне я боюсь того что меня не выберут тактический хуевый ход но димаш рациональный все-таки человек может на это обратить внимание из чувства жалости и вины а может быть здравого интереса проявить к ней симпатию либо же либо же я могу ошибаться в нем потому что еще вместе пару вопросов его это толкнет и он подумает что нахер мне это нужна история сказал олимпически не подумав а погружая в чувство вины погружая в дискомфорт потом осознала что просралась потерялась и начинает руливать ситуацию димаш понимает что опять его облапушили свежий лапши на уши опять вместо того что сказать честно что ты сделаешь уезжай для него это смех пиздец блять когда это ярмарка тщеславия закончится у людей ну блять начните вы вести себя сколько-нибудь здраво почему зачем придавать себя в каждом акте и выбирать то чему вы не соответствуете но для чего вы это делаете для чего давайте будем честными давайте будем искренними вы же сдаете тон какого-то ну типа реального мира почему так зачем это зачем зачем уважаемые мои и рассказала то что я редко кто-то кто-то так сильно нравится и редко дается так что у парня нету качеств который бесит ну конечно она тебе будет выстегивать женский мозг рационализирует он притягивает реальное желаемое за действительно и выдает всегда он будет придумывать тебе любые качества лишь бы ты выбрал ее и говорил тебе это и смотрите какой-то вот опять ладно хоть искренне здесь смеется скорее всего понимают что это типа ну бред меня хотят трахнуть все-таки девочек больше и все девочки когда видят таки девочек больше и я понимаю что это нормально сейчас для меня поэтому я могу выбирать того кто мне больше нравится но чисто технически юля говорит глотную вещь потому что та которая лезет на рожон который цепляется она будет лезть до тех пор пока не это бьет ей движет инстинктивная реакция а не искреннее желание ей движет позиция добиться вопреки потому что они террасе вырву кусок а когда получу желаемое можно будет крутить хвост и как хочу каблуки взять и подкрутить очень внимательно я настолько внимательно всем свяжем как было за всем что происходит в классе сейчас если лизу нам покажут я скажу внимательно или нет на себе натягут реальность на действительность у меня юля очень такой загадочный на самом деле персонаж потому что я думала что она еще уйдет первых церемониях но видимо она чем-то зацепила димаша естественно это очень адекватная женщина это очень адекватная женщина играли димаш озвучил такую вещь мне нравятся девушки которые уверенны в себе и недоступны ну пиздец мне нравится девушка которые уверены в себе недоступны какая корреляция почему женщины уверенные в себе может быть доступна что за бред почему такая формулировка где этичная арабская позиция добиваться чего-то ликого ты же сам из себя представляю что-то как раз таки она больше вот соня и они очень показывают какую-то свою доступность как мне кажется здесь вы все показываете свою доступность нахождение на этом проекте поэтому не надо считать себя лучше либо хуже только потому что ты придумала себе этому стоит молоко в магазин я кефир я вас я кумырс нет ты молоко нет я себе придумала другую доступность спасибо это пиздец это мета сообщение мне настолько страшно настолько тяжело что я выдам опять желаемое за действительно можешь меня последней розой выбирать это просто пиздец я готова сама всем у всех протезол короче гасится все будет юля ну вот бля юлечка или юленька моя родная моя хорошая ну юленька подумай о родине ты подумай о родине на тебе дала возможность думать ты говоришь не хочу еще нести хуйню потому что влюбилась она наверное единственная девушка которая с первого дня кричала и била себя в грудь о том что она приходит сюда ради саши дали смели это подтверждает лишь только то что я и говорил адаптивный тип психики и женщины всегда такими будут и всегда такими были эволюция заложенный механизм это нормальные вещи это нормальные вещи девочки шушукаются что соня и саша они целовались на проекте и когда она уходит она возвращается в димаш это не странно странно как этого не понимаешь когда понимаешь это не странно сложилось такое впечатление что соню димаш вернул как как друга исключительно как друга желаемость действительно нет понравилось так тебя не ведут я об этом не уверена это я просто предполагаю потому что я не думаю что это делать не нужно потому что получается смотрите насколько у димаша я первый раз вижу такой искренний его интерес и такое у него трепетное отношение это действительно вот сейчас действительно димаша живой интерес очень живой и между ними реально чувствуется война волна вайп легкость интерес невербально очень расслаблено он ведет телесно подвергает очень большие знаки симпатии трогает ее сон не комфортно нравится ну это будет до свидания потому что я говорю почему вот если меня сейчас просить кто уйдет на следующий церемонии я не знаю сейчас я уже знаю скажу в начале церемонии доброе утро доброе утро такой искренний акция как ему тяжело живется вы представляете какая всегда должна быть позиция отстроенная категоричная правильная позантная дежливая джентльменская обосраться даже нельзя но также невозможно жить нужно немножко и подливу спустить по себе так бывает так нормально это это нормальная жизнь нет хочу всегда соответствует каким-то стандартам жестким внутренним и при этом напряжение теряется легко стеряется white доброе утро короче у них вайп реально нормальный интересным потому что них реально и звать них реально и звать я занимаюсь танцами видите нам раскрывают книги не маленькую русскую женщину белоснежку какого 19 века которая будет открываться и показываться нам с другой стороны двигается правда хорошо это приятно значит какой-то вопросик с папиком имеется не с папиком в смысле с папиком что-то мужское в плане с папой с отцом это неприятно это очень неприятно смерть родителей всегда очень неприятно у меня отец умер 27 и это также неприятно как и как и думаю в 55 это вообще думаю пиздец полный после папы я поняла что я не хочу себе мужчина который будет злоупотреблять алкоголь и поэтому мы бухаем и для меня нормально я считаю что культурное питье это тоже нормальная история ладно тут даже дрочит как хочет просто важно понимать что алкаха это такой продукт такой инструмент который какой-то момент может сыграть злую шутку с нами всеми злую шутку с нами всеми которая увенчается успехом конечном итоге и дает нам знаете такую позицию в жизни большого обмана мы обманываем когда мы в алкоголе мы обманываем себя и свои чувства и когда человека нам хорошо в алкогольном состоянии это не мы не нам хорошо хорошо какой-то части внутри нас которая пьяная которая боится быть честной в отношении себя но это не так ребят ну родная моя надо психотерапийку сходить таким вопросом если обреакция запускается спустя столько лет значит в терапию нужно бежать нужно бежать обязательно потому что будет претензия к папе претензии к мужчинам и автоматически тебя это будет очень сильно в жизни преследовать забирать у тебя возможность быть спокойствии и в том числе в таком состоянии конечно тут игра конечно тут эмоциональность конечно тут шоу придает это сострадание придает это включенность придает интерес и женщины сидят у которых тоже вопрос в отношении с отцами тебя понимаем мы находим тебя в этом юленька мы с тобой рейтинге давайте будьте здрасте тело такое избегающей тепличности которая боится близости скорее всего который будет отталкивать ее будет притягивать холод в мужчинах вспомните что она говорила когда уезжала как она надменно кидал руку вместо не того что я ушла ему нужно то что там осталось важная ремарка важная ремарка уважаемый мы я разбираю видео чтобы показать вам насколько человек уязвим насколько он многогранно уязвим насколько в нем много боли чтобы находили там себя когда я что-то разбираю и какие-то вещи высокопарные говорю блять важно понимать что это конечно ира ирония чтобы вам было интересно чтобы в этом вовлекали во мне точно так же есть вопросы которые есть на разбор и кто-то кого-нибудь не разберет и сам ультра популярным ультра известном и люди будут разбирать меня это нормально так должно быть в этой жизни и больше то находить скорее всего будет какие-то адекватные вещи будут скорее всего будет очень много неадекватных если будут адекватные вещи я общаюсь с радостью с этим человеком нет идеального срите на все что вам говорят и работайте с собой и воспринимаете жизнь как модальность и структур и уровней и чем больше уровне пройдете тем быстрее к своей смерти приблизитесь потому что смерть это финальный уровень на данное воплощение тема пиздец больная это реально больная тема но если у вас возникают слезы когда вы где про смерть родителей видите терапию пожалуйста чест идите в терапию работайте с этим спокойный разговор про родители когда они умерли вот и нормально многие может сидятся боятся переживают нормально это нормально полгода год прошло надо пускать и жить на нем момента который я не могу учить эти свои памяти и вы зайти вот момент я его наверно никогда не пойму не прощу кто страдает милая моя от этого что не можешь его простить кто страдает от этого милая моя страдаешь только ты и не выгодно тебе только это поэтому видите как мы себя в заложники вгоняем тех причин и следствие которые у нас являются нормальными и вместо того чтобы сказать себе я хочу простить я хочу освободиться но мы не забываем что этом дети 21-летние 25 она от задумается возможно полет терапию от 20 семину простит и по поймет что сама у себя забирала возможность а пока страдать будут страдать будут мужики которые вокруг нее и которых она будет выбирать не было такого мужчины которыми могла довериться я очень хотела вот очень важная фраза а это у нас что а это колокол это колокол свободе и да и да пендент фауз а этот колокол свободы в голове в нашей сонечке который ей звенит и кричит освободи себя травм иди в терапию к боярину работы со своим дискомфортом прорабатываю не хочу хочу страдать и мозги трахать мужчинам которых будут контр переносом возлагать на них ответственность папы и обиду на папу будет переносить на мужчин естественно я буду обречена страдать в отношениях ну естественно так это работает ну это же понятные вещи но мы же выживем время когда уже знать надо это база это уже родные мои базы понятно что если девочки вопрос с отцом ничего не будет у вас нет но не будет ничего с ней отца проработать надо после настроить и делать то же самое и уважаемые мои девушки в отношении с мужчин с вами вопросы имеются будут добрый вечер идеальная пара саша и соня для невроза мне с этим тяжело жить мне хочется кому-то доверять и вот эти вот моменты я его наверное никогда не пойму не прощу проблема людей они глупые и хочется чтобы у меня был вот рядом человек которому я могла вот прийти вот совсем поделить папа это называется папа понимаете простить надо отца чтоб потом мужчина пустить жизнь и видеть там мужчину а не папу да мы хотим быть в архетипах но необходимо надо работать с этим уважаемые девочки мои я пришла сюда правда отчасти чтобы этот страх наконец-то без мужчин бороться пиздец алё я здесь я здесь милая не хочу на страх идти иди почему походу страх не работают потому что блять это такая большая тема почему походу страх не работ потому что у нас есть самая идентификации есть контролеры есть библиотека опыта есть совпадение критерия вторичный контролерный паркетатор мы всегда ориентируемся на прошлый опыт у тебя в базе в прошлом опыте есть наличие того как то нервная система реагирует на определенное состояние ты встречаешь мужчину твоя библиотека опыта выкатывает тебе пул без твоих воспоминаний выбирает средние реагирование твоей нервной системы почему средние реагирование твоей нервной системы потому что мозгу не выгодно обучаться всегда оперантным обучением заниматься ему выгодно опираться на прошлый опыт потому что у нас есть оперативная память кратковременная и долгосрочная выкатывается из долгосрочной памяти травмирующие дискомфортные события почему потому что с точки зрения эволюции они более подходящий из-за того что я вышел если я вышел начни нужно опираться на эти данные я выкатываю пул тебе из дискомфортных ситуаций и беру среднее реагирование по больнице среднее реагирование перекатываем на новую ситуацию новой ситуации я опять боюсь закрепляю новый опыт за библиотеку опыта что мне хуёво я закрепляю результат плохого нельзя ходить на травмирующий опыт на свои страхи я объяснил вам в двух секундах тупорылую дегенеративную теорию когнитивно-поведенческого обучения прекрасно я обожаю когнитивно-поведенческую терапию очень сильно люблю но здесь этот момент тут нельзя этим заниматься ну есть два вида страхов поверхностные то есть легкие и глубины здесь глубинная история факт глубинной истории вы про это говорите вам плохо дискомфортно тяжело поверхностное воспринимается легко и действительно можно перейти то есть если было малое количество травмирующего опыта то есть два-три события вам выкатывать нервная система вы получаете релевантный приятный результат вам повезло вы в библиотеку опыта закладываете новый результат каждая новая ячейка хорошего результата стирает последнюю негативную то есть не стирает в плане полностью ищемляет искривляет а заменяет у нас есть теперь сто процентов положительного реагирования есть 50 процентов дискомфортного есть общая сумма 150 делится на 2 теперь 75 мы замечаем вот и все вот и все вот и все заебись самое то что не запомнила что мне было очень интересно знать или нет почему потому что можно будет ему мозги ебать либо нет можно будет заниматься хуйней либо нет брать это пиздец это ну это это прощупывание границ любой адекватный мужчина будет своей женщине создавать вы не то что создавать из опять игру обьюзи блять я вот например понимаю что моя женщина не будет общаться другими мужчинами просто не будет вот так я хочу объяснять это очень долго ну прям очень долго захочется объясню почему андрей ты что в себе не уверен считайте как хотите это долгая тема но я вот не хочу чтобы моя женщина выкладывала фотографии обнаженные чтобы находила без лифчика чтобы она светила сиськами сосками так вот не хочу и все не хочу даже ей это объяснять а чтобы она с этими базовыми настройками было внутри себя просто эта база с которой она возможно моей реальности у меня нету проблем такой с ревностью и больше это как бы такая ревность в прошлом поэтому что он имеет ввиду под этим если на горизонте будут появляться запасные аэродромы твои все вот поймите само наличие появления запасного аэродрома то есть ревность в прошлого что если будут появляться чуваки из прошлого у меня это будет бесить Само наличие возможности появиться чему-то из прошлому Говорит только о том, что женщина позволяет этому быть А если она позволяет этому быть, значит она в этом нуждается А если она в этом нуждается, значит ее что-то не устраивает в настоящем И если она ссылается не туда одной ногой в прошлое Вопрос времени, когда она там окажется И это прошлое станет будущим Математика ультрапростая Но кто об этом говорит? Никто, единица Я просвещаю ваши умы, мои родные Мне сейчас резко, вот, легче всего общаться с тобой Я про это, вот, блять А? 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 Кто красавчик? Кто красавчик? Между ними реально это чувствуется И это было еще вот в том моменте, когда они говорили на улице А и так и есть Вот такой вот маленький, хоть коню Хоть Юлия, получается Станцевала заебись С ним я могу посмеяться, что-то рассказать Я к нему вообще очень открыта И я не понимаю почему И когда я что-то не понимаю, меня начинает это своеобразно, знаешь, так напрягать Объясняю Потому что ты чувствуешь, что возможно у вас может получиться чувства и эмоции Которые были у тебя к мужчине первому Кому? Отец твоей жизни первый мужчина Тебе тоже рядом с ним было хорошо Потому что каждой девочке базово хорошо с отцом Если он не насилует, ее не издевается Ты понимаешь, сейчас я могу сблизиться с мужчиной Я возвращаюсь в те эмоции и чувства, когда я с папой это проживала Папа мой от меня ушел, потому что ребенок воспринимает смерть как уход А еще эгоцентрично со мной что-то не так Не просто же так люди уходят Сейчас я опять выберу чувства, эмоции и теплоты к Димашу Он к меня уйдет, обязательно уйдет Потому что такой человек тревожный Будет творить хуйню для того, чтобы он ушел Потому что в его реальности любой акт и повод будет восприниматься со мной что-то не так Он уйдет И поэтому я окажусь опять в том состоянии, которое было мне знакомо с детства И она такие ситуации будет создавать свою жизнь для того, чтобы это исправить И это отыграть Психотерапия, она вот такая, уважаемые мои девочки Привычка, я когда слышу что-то очень важное, я такая, что? Я люблю переспросить, чтобы услышать что-то еще раз А, когда ты, я так будто бы не услышала Я зря это сказала Я с ним что-то ощущаю Мацелева в себя быстро пришла Вот, видите, я про это и говорил Избегающий тип привязанности Тело, сиськи не развитые, конституция такая хрупкая Чтобы быстро было бежать Сиськами далеко не убежишь большими, правильно? Правильно Не расплываться Сидишь и ничего не показываешь Бля, это просто ебануться Какие, вот вы представляете, что вот Вот просто посмотрите, какая ебануться Еще раз, я вот сейчас осуждаю Я сейчас просто Который раз удивляюсь Я это слышу каждый день Я работаю с этим Но все равно удивляюсь как первый раз Потому что, видимо, феномен, да? Когда ты начинаешь что-то искренне понимать Ты перестаешь, чтобы удивляться Видимо, я еще этот феномен изучаю для себя Блядь, она говорит Хочу любить Хочу приходить и отдавать Не хочется кому-то доверять Хочу погружаться Не хочется, чтобы у меня был рядом человек Которому я могла Идти вот совсем поделить Надо ничего не показывать Блядь В каких иллюзиях прибывают люди В каких иллюзиях? Не делайте так Вы сами себя забираете счастье Ну, хочешь ты это счастье? Так начни это отдавать Начни выпускать из себя эту энергию Ничего не показываю, блядь Держит, 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 держит Вы поймите, это фундаментальное правило Если ты внутри себя содержишь Надо выдавать Ты потом просто кран сорвет резьбу Претензий будет целая тележка, блядь Нет, зачем? Быть искренними, честными Нахер мне это нужно? Буду заниматься ерундой всякой Создавать себе проблемы Есть вопрос Ты хотел бы быть здесь одним холостяком? На этом проекте? Знаешь Блядь, ну пиздец, вопрос Что бы интереснее можно было придумать? Конечно, да Конечно, да А с другой стороны, хер знает Ну, типа С другой стороны, живой интерес С другой стороны, проверка своей самооценки Тут, короче, интерес, амбиции И того, что ты сюда идешь Поэтому, хз Я никогда еще не видел, я так волнуюсь Я не знаю, почему так Потому что я чувствую, что немножко заигралась И мне пора, 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 пора Ну Я бы отправил малую На два лагеря играть не будешь И нечего здесь заискивать Поэтому Странно будет здесь, Димаш ее оставит Надо разу сейчас себя А ты подумай Хочется ли мне ее тебе дать? Да Это пиздец Ну что за вот это вот, ну Что за позиция инфантила, блядь Ну зачем такое создавать? Ну, это и правда, правда, правда Ну, Димаш, вот честно Нормальный ты мужик, но фу Я думаю, тебе нужно будет больше Это пиздец Это пиздец Иной слов нет, правда Ставишься просто Спасибо Нет, ну малая это вообще, конечно Странно, да? У нее еще лоб прямой Она Она должна реально быть, ну, адекватна От ее выкиды, которые она сейчас выпуливала Это очень странные вещи Ну ладно Хорошо Ну, понятно, что да Даже не с чем разговаривать Вкинулся уже вообще капитально В нашу сокушку Мне вот один вопрос Почему он динамит малышку Не помню какую Сейчас покажу какую Вот реально Непонятно, почему она динамит Ну, вот здесь Вычурена Очевидно, что она ему не понравится Он ее не выберет До свидания До свидания То есть Это точно пойдет до конца Из-за того, что он будет ее держать Чтобы подпитываться к себе интерес То есть Ее выгодно держать чисто механически Обнюхивает меня Ходит И я буду держать ее при этом рядом Очень просто Софья или Соня? Соня Ты понимаешь, что ты раз? Да Поддумайтесь, да Нет, я не про это, но тоже А там же еще Лиза Реально, остались девочки Еще такие, которые должны По сути остаться Но Бля, прикольно Из-за того, что я бы хотела тебе сказать Что ты не видел меня в том состоянии В котором я бываю крайне редко Пиздец Это основание к тому, что ты сейчас обязан мне чем-то Блядь Зачем это производ... Какое есть легитимное основание это произносить? Я вам скажу Погрузить чувство вины Других оснований нет Половина десятого Ребят, надо закругляться Как нависло, как нависло Короче, пока Это очень странно Но понятно, что дофамин пока у малого хлещет У Димаша Пока по невербальному Больше всех нравится Соня Это нонсенс, но это так Вот это малая Это малая реально топ По поведению По мета-сообщениям По своей уверенности По проработанности Вообще внимания не уделяет ей Это странно Что у нас получается Пойдет Лиза домой? Я же так уцела Ребята, жмали Нормальная реакция Не заметить Прям круто Красавчик Это я без иронии Я пришла сюда Встретить своего человека Не найти подруг И не завести новое знакомство Я пришла найти сюда своего человека Блядь, это очень хуевое место Если честно, для этого Ну, по невербальному Вроде как не врет Но покатывание головой Нет Интересный момент Но посмотрим С кем у меня может что-то получиться? Как по калоспехе? Мне кажется, отлично Блядь, она реально прикольная Она реально Я думаю, она ультралегкая Она подъемная Прикольно Прикольно Именно по психотипу Она очень заряжена Мне, например, импонирует Эта вот легкость Такая вот Прям такая Блядь, типа Успешная Реальность Это круто Блин, ну конечно, сисек нету Такое Ну хотя бы Чуть-чуть нам добавить На персик Понятно, горох Но персик Хотя бы Доброе утро Реально доброе Реально это круто Реально доброе Это прикольно Видите, легкость, игра, флирт Ну Это прикольная история На Какую-то Короткую дистанцию Скорее всего Будет Потому что Она тоже Заточена Очень сильно На дофамин Но опять же Тут вопрос возникает Какого порядка мужчина И готова ли Ну то есть Каждая женщина Технически готова Пожертвовать всем Ради своего мужика Вопрос Какого порядка Будет мужчина Заранее подготовила Это место И я прям Ну знаешь Так сочеталась Красиво с этим всем Да Она органично смотрелась Там Одобрею Я думаю Это что у нас была Химия Мне непонятно Почему он Ее не берет в топ Только вот сейчас Обратил внимание Важный момент Я не тот мужчина Который Будет целовать Десять девушек В один день Просто чтобы понять Кто подходит Кто не подходит Александр Хуярит со всеми Димаш Это важный шаг Надо к нему Относиться ответственно Я же про это говорил Сиротониновой Тепривязанности Сиротониновой Тепличности И дофаминовой Тепличности Вот две разные вещи Первый вопрос Ну блин Это крутые реакции Это блин Это круто Блядь Рад за ребят И вот сейчас Реально пуля Если он выберет Либо эту Либо Асони Димаш Это могут быть отношения Ну еще Юлия Хомиш Вот эта тройка Могут построить отношения Спасибо Да, видите Я же про это вам и говорю Какой коннекшн Поэтому найти Устоящего хорошего друга Это такая же большая редкость Я очень рада Договорились А, ну ладно Все, типа конец Я как-то вот так Конец Все Голиа Хомиш Продолжение следует...